Ну и теперь я. Ну что, необходимо все-таки очень сильно различать активистов, которые там жили на постоянной основе, это были, может быть, здесь иногородние активисты, или иногородние, или уж очень активные, так сказать, и активисты, которые выходили на большие акции по выходным, то есть на больших акциях было огромное количество людей разного возраста, которые приезжали из других городов, большое количество из Киева, там были десятки, иногда сотни тысяч, но на постоянной основе там это количество людей не проживало. Ну и в принципе, еще можно сказать, что Майдан это было для Тиевлян такое излюбленное место для прогулок, то есть там и свидания назначались, вот просто выйти и попить чай не в кафе, а на Майдан, да, это было очень распространенная практика. Ну и что, именно спасибо. Ну и что, еще что, я говорю, в этом связи практически не было. Ну и вот, по-моему, я думаю, что, конечно, многие из Снежи в моем степени, которые в Майдан это были бы преодоложены, которые у нас были по-новому. У меня были по-новому, может, в sanctions. Да, в Москве — в этом случае, в то время в sizes, в叔ив Place к кафе, в каком месяце, в таком степени, в том как, где в Киеве делали, по-новому. здесь можно сказать что большая часть участников и проживавших там их на постоянной основе и особенно тех которые приходили на небольшие митинги что они себя не относили ни к каким партиям и большая часть даже себя не относили ни к профсоюзам ни к внепартийным организациям то есть для многих это был абсолютно первый опыт политизации и поэтому определенная позиция у них уже просто не сформирована люди в целом за справедливость и за лучшую жизнь но понимали что под этим очень разные вещи и пока их позиция не сформировалась очень трудно изучить generell kann man sagen dass sowohl die leute die ständig auf dem maidan gelebt haben als auch die die eben zu den großen aktionen kamen weder zu irgendeiner partei gehören noch irgendwas mit gewerkschaften zu tun hatten oder zu irgendwelchen anderen vereinigung gehört haben also diese leute sind damals oder jetzt gerade zum ersten mal politisiert worden und das verbindende ist immer so das allgemeine für besseres leben und für gerechtigkeit und was der einzelne darunter versteht ist im moment auch noch sehr schwer zu sagen also eine untersuchung ließe sich wahrscheinlich auch schon deswegen gar nicht machen wer aus welchem lager kommt ist es ist кто приходил просто погулять. Это обычно были те, кто его очень поддерживает. И кроме того, что гулять, они сюда что-нибудь материальное приносили и приходили в момент протеста. А там же была категория граждан, которая не ногой, что там не хотели просто погулять, потому что там грязно или опасно, или болезненно, или что-нибудь такое. Я таких не знал. Зато ясно. Да, 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 да. У нас есть люди в Киев, которые сказали, что я не положу, что там грязно, что там грязно, что там грязно, что там грязно, что там нет, что там ничего не надо делать. Какой рюкхальт от страны, для всей движения? Какая поддержка была массивная сельская, население, потому что, если бы не эта поддержка, там есть было бы нечего не надо. То есть было много сел, в основном на Западной и частично на Центральной Украине, где по выходным снаряжали микроавтобус следы на Майдан, и деньги какие-то собирали, и это отправляли. То есть кто-то... А, и были на самом Майдане несколько палаток, на которых было написано не имя областного центра, а имя какого-нибудь небольшого городка. То есть когда люди приехали, они собрали свой автобус, готовых пожить на Майдане какое-то время, и палатку нашли, приехали, поставили на Майдане на Майдане. В то же время это были, вот если уже село поддерживало, все село поддерживало, но в этом гражданском совете Майдана Один из членов это глава профсоюза обчаров и козапасов Обчары, это которые выпускают вес? Они выпускают вес, которые доят коз, именящие коз То есть есть профсоюз вот этих сельскохозяйственных работников Его представитель был в этой совете Майдана, и он ездил на своем микроавтобусе по селам И рассказывал про Майдан и собирал продукты, но он объяснял, что нужно приезжать и так разведывать То есть сначала он вроде как просто какой-то проезжающий человек, который так расспрашивает Ну а что у вас тут, а знаете, там Киев и Майдан, а как вы к ним относитесь? И если начинали говорить, что да, поддерживаем, тогда он начинал рассказы, а я вот оттуда, вот там то-то надо И ему тут же приносили какие-нибудь мешки картошки и свиньи урезали А бывало, что он его спрашивал и ему говорят, да там бандиты на этом Майдане, они пытаются нашего президента легитимного свергнуть То есть есть такая деревня, и он просто лежал, то есть были деревни, которые, как он говорил, под Януковичем, что они полностью сошли И на этой awakenedادке был дёртвый раз это то, что для меня было во время Дёртвого делается. В этом городе Ургер-Артпе гава с говорителями или в другом зале предпринимательского района Савсоминского района, в Колхого уехала, чтобы он был влюблен в Киев и Мелкер Я не знаю, что я правильно пришла, но он был в этом районе. И он был везде в нашем центре, чтобы он обладил, чтобы его взаимысливать и иметь, то есть сказано, что она всегда должна быть синдерен И он на этом году он мне делал, что он должен был избыли, чтобы он был бы повезти в месте, где он Beimеданке был перед первым. им дорф trifft hat er dann immer gefragt so allgemein über smalltalk themen versucht da reinzukommen und wenn er gemerkt hat es ist besser nicht zu sagen dass er von maldaren kommt ist er auch weitergefahren aber wenn er gemerkt hat es ist dann wieder da dann hat er eben gesagt dass er von maldaren kommt und spenden sammelt und dann gab es direkt auf den sack kartoffeln und dann ist ein schwein geschlachtet worden und es ist eingefragt worden und es gibt eben auch andere dörfer die gesagt haben der maldaren das sind alles obdachlose und verbrecher und die wollen unseren gelähnten legitimen präsidenten stürzen und da hat es sich erst gar nicht gelohnt ein gespräch anzufangen